Привет, друзья! Вы смотрите еженедельный дайджест IT-портала GESIT.com. Давайте узнаем, какие интересные события произошли в мире высоких технологий в первые дни мая. Меньше месяца остается до анонса новых процессоров AMD, поэтому производители плат уже наверняка заполучили инженерные образцы. По слухам, речь идет о 4- и 8-ядерных моделях, которые вскоре дополнят 12- и 16-ядерные собратья. Финальные частоты пока неизвестны, но CPU стабильно работают на скорости 4,5 ГГц. По уровню производительности они на 15% превосходят второе поколение и при этом обладают более низким тепловыделением и энергопотреблением. Также вместе с ними дебютирует топовый чипсет AMD X570. Он получит до 40 линий PCIe 4.0 и до 8 портов USB 3.1 Gen.2. Более доступные модели на базе B550 появятся в сентябре, но не все из них получат поддержку PCIe 4.0. Но что касается владельцев актуальных плат, то они смогут установить новые процессоры после обновления BIOS. Ну и параллельно этим слухам, 1 мая AMD отпраздновала 50-летний юбилей со дня основания. И специально к этому событию она подготовила несколько сюрпризов. Во-первых, все желающие смогут приобрести особые версии процессора Ryzen 7 2700X и видеокарты Radeon 7. Причем их цена, как и характеристики, не отличаются от стандартных моделей. Но в качестве приятного бонуса вы получите цифровую подпись доктора Лизы Су на крышке процессора, ярко-красный дизайн видеокарты и праздничную упаковку. Но и это еще не все. До 8 июня в комплекте с вышеперечисленным будет идти фирменная футболка, сувенирный шильдик AMD 50 и две игры World War Z и Tom Clancy's The Division 2 Gold Edition. Все детали акции описаны на сайте AMD. Стали известны подробности о мобильной серии процессоров Intel Comet Lake G и U. Первая почти полностью состоит из четырехъядерных восьми поточных моделей. Все они обладают низкой базовой скоростью и высокими показателями динамической частоты, которая зависит от количества активных ядер. Первая цифра в таблице указывает на скорость в однопоточном режиме, а последняя — на авторазгон при работе всех ядер. Также новинки получат поддержку памяти DDR4-3200 и инструкции AVX-512. Что до U-серии, то в ее состав входит даже шестиядерный 12-поточный CPU. Ситуация с частотами у него аналогичная, а вот память будет работать на скорости DDR4-2667. Дебют новинки состоится во второй половине этого года. Вслед за MSI компания Asus анонсировала свой список текущих материнских плат, которые получат поддержку 7-нанометровых процессоров AMD Ryzen 3000. Пока речь идет о 35 моделях, созданных на базе чипсетов X470, B450, X370 и B350. Но в официальном пресс-релизе сообщается, что в будущем их количество возрастет. Поэтому не стоит отчаиваться, если сейчас в этом списке нет конкретной вашей модели. Что же касается бюджетного чипсета AMD A320, то ни MSI, ни Asus пока о нем не упоминают. Впрочем, владельцам плат на чипсете AMD A320 тоже расстраиваться рано. На днях новой версии BIOS с прошивкой AGISA 0072 получили модели линейки EZROC A320. И многие предполагают, что поддержка новых Ryzen также будет реализована на базе этого микрохудра. Впрочем, есть и мнение, что в данном случае речь идет о поддержке второго поколения APU со встроенным видеоядром и 12-нанометровой архитектурой Zen+. В общем, в любом случае без бонусов никто не останется. А вот какими они будут, узнаем уже в конце мая. О линейке графических процессоров Intel Xe мы знаем пока лишь то, что она дебютирует в 2020 году в различных сегментах. От игровых видеокарт до ускорителей для дата-центров. Но на днях компания сообщила, что новая микроархитектура получит аппаратное ускорение трассировки лучей. Поддержка данной технологии будет осуществляться на базе API и библиотек Intel Rendering Framework. Вдобавок, производитель планирует сочетать вычислительную мощность фирменных CPU и GPU для повышения общей производительности. Правда, этот анонс в первую очередь касается дата-центров и рендера изображения в киноиндустрии. Но наверняка у Intel есть планы и для игрового сегмента. В сети появилось первое фото печатной платы видеокарты семейства AMD Navi. Пока это довольно большой кусок текстолита без единой микросхемы, но их расположение не соответствует любому из текущих адаптеров компании. Размеры будущего GPU находятся на уровне видеоядра Polaris 10, а вместе с ним будет установлено до 8 микросхем GDDR6 памяти. Если новинка по-прежнему использует 32-канальные контроллеры, мы получим максимум 256-битную шину. Схема питания будет иметь 9-фазный дизайн с применением Tantal полимерных конденсаторов и микросхем DRMOS. А для ее стабильной работы потребуется подключение двух 8-контактных коннекторов PCI-E. В наборе внешних интерфейсов появится порт USB-C. Полноценный релиз видеокарт линейки AMD Navi ожидается 7 июля. С ценником 60 баксов в продаже появился новый процессорный кулер Be Quiet Dark Rock Slim. Его ширина составляет всего 72 мм, поэтому он вообще не препятствует установке любых планок ОЗУ. При этом новинка может справиться с охлаждением 180-ваттных процессоров благодаря алюминиевому радиатору, 4-м медным тепловым трубкам с керамическим покрытием и 120-мм вентилятору на FDB-подшипнике. Заявленный срок его службы составляет 300 тысяч часов или более 34 лет в круглосуточном режиме. Вечная штука, короче. Также в комплект поставки входит дополнительный пароскоп для установки еще одной такой вертушки. Компания Backblaze построила собственное облачное хранилище данных и по состоянию на 31 марта 2019 года оно включает более сотни тысяч дисков, что позволяет собрать уникальную статистику. Как показала практика, самыми надежными стали накопители Toshiba объемом 4 и 5 терабайт, поскольку ни один из них не вышел из строя в первом квартале этого года. Также среди лидеров 4 терабайтная модель от HGST и 6 терабайтная от Seagate. Впрочем, 12 терабайтный HDD от последнего производителя также возглавил антирейтинг. Если же взглянуть на статистику за период с апреля 13 по март 2019 годов, то наименее надежным оказался 6 терабайтный диск от Western Digital. В то время как наибольшую надежность показали 4 терабайтные модели от Hitachi. Для всех желающих собрать стильную, компактную и мощную систему, компания Silverstone разработала корпус Lucid LD03. Он может вместить мини-ITX или мини-DTX плату, которая будет располагаться с разворотом на 90 градусов для лучшей вентиляции внутреннего пространства. С этой целью на нижней и верхней панелях производитель закрепил 120-мм вертушки. Помимо этого в корпус можно установить два накопителя, двухслотовую видеокарту длиной 309 мм, процессорный кулер высотой 190 мм и даже СВО. Также новинка радует наличием сменных пылевых фильтров и стандартным набором портов. Компания CounterPoint Research составила рейтинг 10 наиболее продаваемых смартфонов на мировом рынке и в Китае. В первом случае доминирует компания Apple. Ее смартфоны заняли 4 верхние позиции. Суммарно было продано около сотни миллионов единиц десятых айфонов, восьмерки и 8+. Ну а лучшей среди андроид моделей стала Xiaomi Redmi 5A, которая разошлась тиражом более 20 миллионов штук. Что касается Китая, то здесь позиции Apple уже не так сильны, хотя iPhone X занял вторую строчку по популярности. В лидерах же оказалась продукция компании Oppo. В первую десятку вошли сразу пять ее моделей. Razer выпустила тостер, потому что так захотели фаны. Все началось с первоапрельской шутки, когда компания Razer анонсировала игровой тостер. Однако прикол так понравился пользователям, что они создали Facebook-страницу с просьбой воплотить эту идею в реальность. Она сразу же попалась на глаза исполнительному директору Razer, который пообещал все сделать, если просьба наберет 1 миллион лайков. И она действительно их набрала, и даже некоторые фанаты сделали татухи себе с тостером от Razer. Куда тут уже деваться? По заявлению исполнительного директора, им понадобится пару лет для реализации проекта. Ну а чтобы как-то скрасить ожидания, Razer будет делиться рабочим процессом по воплощению этой идеи. Издание The Wall Street Journal сообщило, что Facebook вскоре объявит о создании собственной платежной системы на основе криптовалюты. Она будет использоваться для покупок товаров или оплаты услуг на партнерских сайтах. В первое время купить крипты можно будет за реальные деньги. Но вскоре компания интегрирует ее поддержку в движок рекламы, чтобы пользователь мог получать выгоду от ее просмотра. Аналитики считают, что подобная идея вполне осуществима, поскольку аудитория Facebook составляет более 2 миллиардов человек в месяц. И многие из них покупают вещи онлайн, поэтому наличие универсальной платежной системы может существенно упростить этот процесс. Ну а вам как идея с крипторекламой? Фанаты черного зеркала уже, наверное, начинают скупать велотренажеры и брать уроки вокала. Мы же, в свою очередь, ждем ваших комментариев и переходим к анонцам. В понедельник у нас на сайте появился материал о легендарном AMD FX 8350. Фанаты говорят, что он вечен, и Марвел уже пора бы добавлять его в свои комиксы. А еще бытует мнение, что всякого обзорщика, который не снял хотя бы один ролик про FX, ждет незавидная участь. Вот мы и решили не провоцировать судьбой запилить большой геймплейный тест с разгоном и крутой видеокартой, чтобы посмотреть, как хорошо справляется легенда с актуальными играми. На следующий день мы занялись тестированием современных видеокарт. RTX 2060 – это младший и самый доступный представитель линейки с поддержкой ядер RT и Tensor. Номинально он пришел на смену GTX 1060, но по уровню производительности оставляет позади даже GTX 1070 Ti. А если вы решите доложить до RTX 2070, то сможете рассчитывать на солидный бонус. Так гласит теория. Ну а на практике мы вновь собрали стенд и сравнили упомянутые видеокарты в десятки актуальных игр. В среду был представлен обзор материнской платы Asus ROG Strix B450e Gaming. Ситуация с этой моделью очень проста. Если вам нужно флагманское решение на чипсете AMD B450, то она вас не разочарует. Ведь предлагает два слота M.2, беспроводной модуль, топовый звук и пару высокоскоростных портов USB 3.1 Gen 2 и 1 USB Type-C. А в качестве приятного бонуса вы получаете фирменную LED-подсветку, радиатор охлаждения M.2 накопителя и усиленные слоты для видеокарт. Днем позже мы опубликовали обзор процессорной СВО Deepcool GamerStorm Captain 240 Pro. Новинка выделяется интересным дизайном водоблока и радиатора, хорошей совместимостью и надежным креплением, а также продвинутой адресной RGB-подсветкой. По эффективности и уровню шума СВО сопоставимо с одноклассниками, поэтому легко справиться с охлаждением любого современного процессора в разгоне. Важно и то, что насосы и вертушки имеют длительный срок службы. В пятницу пришла очередь обзору видеокарты Asus Turbo GeForce RTX 2080 Ti. Эта модификация создана для организации мультиграфических связок и сборки топовой системы в компактном корпусе с плохой циркуляцией воздуха. А все потому, что ее кулер радиального типа не требует много рабочего пространства и способен выталкивать нагретый воздух за пределы корпуса. При этом карта показала комфортный уровень шума при повседневной эксплуатации и умеренный разгонный потенциал. И наконец в субботу у нас на сайте появился обзор игровой мышки Vingo MSG868. Эта модель порадует владельца приятным дизайном, хорошим качеством исполнения и удобной эргономикой. Из геймерского набора здесь присутствует яркий провод в нейлоновой оплетке и настраиваемая RGB подсветка. Внутри же нас встретил оптический сенсор с отличной плавностью и отзывчивостью. А хорошим дополнением ему служит фирменное ПО, которое позволяет настроить мышку на свой вкус. Ну а на этом все друзья, такие новости и обзоры были у нас на сайте на прошедшей неделе. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и до следующего выпуска. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...